Приветствую вас, дорогая церковь, приветствую вас, братья и сестры. Я родом из Республики Коми, Россия. Ну так, немножко про себя сначала, да? А сколько у меня времени есть? Слава Богу. Значит, родом я из Коми, сэр. Всю свою сознательную жизнь я считал себя нормальным человеком. До 31 года я прожил в Республике Коми. Родители умерли. Я начал жить, ну как бы, уже самоостанавливать ее. Как-то думал быть успешным человеком в этой жизни. Был работником МВД России, участковым инспектором. Там работал в городе Сосногорске. В 27 лет я стал алкозависимым человеком. Мне пришлось уволиться с органов внутренних дел. Но здоровье так еще позволяло, знаете, надеяться на себя. На свои там какие-то, на свою плоть. Но ничего с этого хорошего не получилось. Я все глубже и глубже опускался в яму. Три года я еще поборолся, ну так, за свою жизнь. Но ничего у меня с этого не получилось. И когда-то мне в жизни попалась, наверное, в 94-м году, в 92-м, наверное, попалась в Москве верующая. Она зашла на Ярославский вокзал в поезд и начала проповедовать Слово Божие. Я над ней надмивался, конечно, смеялся. То есть, какой Бог, где-то видала Бога. Но она так не унывала, знаете. То есть, она мне так что-то запала в сердце. Знаете, я так долго думал, почему она так, ну, утверждала эту истину. Ну, я много задумывался над этим. Но в 99-м году, ну, то есть, брат у меня сам с Киева, ну, в Киеве живет, с 77-го года. Ему позвонили, значит, чтобы он меня забирал, потому что, ну, там, я мог бы просто спиться и умереть. И так люди пожалели. И, значит, в 99-м году я попал в город Киев, хотя церковь Виктора Ивановича Белыха была открыта, 150 километров от меня. Это поселок Каджиром. То есть, я не знал евангельских верующих, я не знал Христа, я не знал Голгофа, я не знал этого пути. Я знал только, ну, что надежда на себя, она как-то дает на себе что-то, ну, то есть, превосходящее такое состояние человека. Ну, ладно. Значит, попав в 99-м году в Киев, брат боролся со мной 4 года, наверное. Я братьям вчера рассказывал немножко. 4 года боролся, но ничего с этого не получилось в моей жизни. То есть, я, чем он больше меня там кодировал, зомбировал, мне как-то было это все равно. То есть, грех погряз в моем сердце, в моей душе, в моей жизни. Я, то есть, я любил грех, я хотел с ним бороться, но я не знал, как мне побороть его. Ну, вы знаете, как-то мне не попадались, вот именно, что вот с нашего братства, братья, мне попадались с различных, я не то, что уничижаю там их, просто мне как-то попадались с различных церквей верующие, проповедовали мне. Многие, я так предполагаю, что они молились за меня. Ну, что-то мне вот не хватало, вот не видал я, ну, что-то вот той зименьки, что ли, как говорят в жизни. Вот не видал я вот это вот, ну, это основание этого, понимаете. И, значит, в 2003 году, слава Богу, я скажу, что брат меня выгнал из дома, то есть, он не пустил меня домой, я стал бомжом. Но сначала таким, знаете, перспективным, вроде бы чисто одетым, нормальным таким. Я мог чуть-чуть заработать себе на жизнь. Потом я стал инвалидом. Ну, тоже так, знаете, пытался выглядеть прилично, хоть раз в неделю побриться, на больницу заехать, помыться. Ну, такой вот. Ну, ничего хорошего не было из этого. То есть, грех не отпускал меня в этой жизни. То есть, он хотел, дьявол, меня уничтожить. У меня было где-то раз в 10, наверное, белая горячка, эпилепсия называется, белочка в народе. То есть, я попадал в духовные сферы влияния. То есть, мне было очень сложно понять, куда я попал вообще. То есть, мне было непонятно. Ну, многие знают из вас, попадали в эти ситуации. Просто, можно было бы жить сразу, покончить с собой и все. И на этом поставил бы крест. Но Бог поставил запятое, вы знаете, в этом вопросе, потому что, видать, видал мое сердце или как, я не знаю. Попал я на туп-диспансер, значит, попадал на христианские репцентры. Я приходил туда перезимовать зиму и летом, ну, под весну уже уйти. Однажды, в 2005 году, я попал на туп-диспансер. Ну, страшный такой по Украине. Туп-диспансер там туда свозят всех. Отбросы общества. Ну, то есть, такие вот, как мы, братья наши, слава Богу. Такие вот, знаете, ну, Бог находит и там, и вот свой народ, знаете. Слово Божие, кстати, я вам сейчас зачитаю, чтобы не быть голословным. В 112-м псалме говорится, «Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа своего». То есть, с вами. Знаете, и я благодарю Бога, что вот так вот он нашел меня. Братья проповедовали там Слово Божие в этом туп-диспансере. Ну, я был такой, знаете, невзрачный, никому не нужный, забытый всеми. Многие, может быть, даже не замечали меня. Когда я потом уже стал верующим, я с ними общался. Ну, то есть, ну, не было на меня там каких-то надежд возлагать таких, вы знаете. Ну, я прислушивался, я молился, то есть, вызывал к Господу. И Бог услышал меня. Я подобрал такой момент, ну, как все бомжи, наверное, подбирают. В апреле месяце я уже так, ну, почистил перышки свои, это самое, так, подкормился трошки. И вышел в Киев уже. Думал, опять у меня все начнется нормально. Ну, через месяц у меня было плачевственное состояние. Шел запах такой зловонный, ну, и так далее. То есть, ничего хорошего не было. Ну, вы знаете, многие ко мне подходили, может быть, не в том состоянии, в котором нужно было подходить, к которым, ну, забытье, вы что-то там говорили, я ничего не помню этого совершенно. Ну, лучше, конечно, подходить таким людям, когда они вот с похмельем, может быть, знаете, вот, надоедать им, настаивать, знаете, вот, когда они кушать хотят. Вот вчера вот были мы, слава Богу, у нас в таком служении, знаете, и многие, ну, понятно, что они пользуются нами, знаете, слава Богу. Ну, есть такие, которые сокрушают Бог сердца, и они задают себе, ну, вопросы, почему так с ними произошло. Они опускают руки. И, знаете, и однажды подошел ко мне Игорь Коздов, он сам, с Черкасс, по-моему, с Черкасс, да. В 90-е годы его семья выехала в Америку, и он учился в Киевском КБИ, и он меня спросил, вы хотите изменить свою жизнь? Я понял, что это верующий, я сразу же ухватился за это, я говорю, хочу. Он говорит, поедешь со мной на репцентр, в Бучу. А Буча для меня это было представление такое, что-то такое, значит, страшноватое, там, ну, так как-то, так, ограничения везде ставили, знаете, запреты. Ну, то есть, ну, вседозволенности такой не было, мы же такие способные люди, знаете, хотели везде быть свободными, куда захотел, туда пошел, где захотел, там прилег и так далее. Ну, знаете, я согласился, и, ну, и подумал, наверное, опять меня обманули, потому что многие люди меня обманывали, я никому не стал не нужен в этой жизни. И всеми забытый человек, нищий, бедный, холодный, голодный. Я не то, что я уничижаю, там, знаете, ну, как-то, ну, себя превозношу, просто в жизнь такой пришел страх у меня, что есть же другая жизнь. Я смотрел на этих негодяев, на наркоманов, и думал, что у них в жизни так переменилось, глаза такие, знаете, горящие, свет в глазах, радость в жизни, а у меня такого, ну, хорошего милиционера, ничего не получается. Знаете, ну, я задавался миллион раз вопросов этот, знаете, я переоценку делал жизни, своей жизни. Ну, знаете, братья трудились, церковь трудилась, церковь молилась, братья приходили, у нас директор репцентра был Жека Шмель, Женя Шмель, извините, он 16 лет тоже просидел в тюрьме, его, ну, как-то зовут Женя, который жил во гробах, он жил когда-то в одно время на кладбище, тоже бомж бывший, его так называют. И, знаете, он приходил, оставлял свою семью, преподавал темы, то есть, делал наставление в вере, мы молились, ну, знаете, у нас такой более духовный такой центр, там молитвы, так присутствует, постоянно на служение ходит, у вас тут хорошо сразу, на служение можно выйти, а нам еще 3 километра нам было идти. Ну, Бог благословил так садиком заброшенным, нам сдает и в администрацию за 1 гривну, ну, видят, что Бог спасает людей. Знаете, ну, я немножко отвлекся, извините, и однажды вот мне привезли, а, нет, вот они пришли, Игорь Козлов с Викой, она с Чукотки тоже была в КБИ училась, они пришли ко мне, и, значит, ну, на минут 20 опоздали, я уже думал, опять обманули, наверное, очередной раз, но они пришли, знаете, они повезли меня сначала на топ-диспансер, чтобы забрать эту флюорографию, ну, что я не болею уже ничем, ну, флюорографии там, конечно же, не казалось, потому что никому она не нужна была, жизнь человека, и Вика мне хотела отвезти в реп-центр, я говорю, ты меня вези, говорю, а там уже возьмут, не возьмут, я, то есть, сам буду как-то попрошусь, и пришел. Ну, останавливая какую-то маршрутку, знаете, она говорит, ты иди, говорит, садись, я еле-еле ковылял, это самое, так, начну идти до маршрутки, маршрутка трогается, уходит, ну, так вот происходило, просто люди боялись брать, видят, наверное, ну, и она так, я говорю, Вика, вези меня обратно в Киев, мне уже надоело, говорю, знаешь, это ожидание этих чудес, я говорю, повези мне в Киев обратно, она говорит, Богу смотрит, ну, я так по-человечески смотрю на нее, наверное, думаю, что-то у нее ни с головой не в порядке, и стоит она на трассе, я такой сел, сижу, жду, она говорит, слава Богу, ну, слышу так, думаю, что там за слава Богу, смотрю, бус остановился, подзывает меня там, ну, мужчина какой-то сидит, я уже видал его один раз, это оказался пастор нашей церкви Илья Красов, ехал с семейством на стужение, посадил меня возле Лили, своей женки на первое сидение, знаете, так воспитывал ее, я от нее отбегаюсь, от меня воняет же, а он говорит, а ну, давай к ней поближе, там, ну, так, заставлял меня двигаться к ней, а я, он отвернется, я опять подальше от него, опять говорит, давай к ней поближе, ну, так, воспитывал, наверное, ее, не знаю, ну, смотрел, сзади так сидят 9 детей, я думал, наверное, репцентр, они на меня смотрели с выпущенными глазами, ну, потому что ужасно нороветь был, ну, я думал, репцентр, это казалось, детки его, слава тебе, Господи, значит, привезли мне в репцентр, ну, что я, пришел в репцентр, ну, не то, что пришел, а привезли мне в репцентр, сам бы я не дошел, ну, там, такой контингент, как вот братья наши сидят, возлюбленные, то есть, звезды на коленях, и полеты на погонах, на плечах, там, все, что хочешь, ну, я способный такой был, я аж присматривался, знаете, думал, чем они тут живут, а смотрю, братья служат Господу, знаете, там, кому-то что-то помогают, то есть, они, я видал, просто, ну, что-то они делают то, чего они должны были делать в своей жизни, ну, на них телах были эти все знаки различия написаны, и, знаете, мне тоже захотелось стать таким одним из них, я сначала так потихонечку, потихонечку попросился, чтобы картошку там почистить, там, что-то, попросился потом носки постирать кому-то, ну, так вот, знаете, просто как-то через какие-то трудности, свои переломы в жизни, надо было сломаться для этой жизни с Божьей помощью, чтобы родиться заново, знаете, я пережил эту благодать, покаяние, знаете, я сокрушил свое сердце перед Господом, признал себя грешником, виновным, знаете, и Бог делал, конечно, много работы, я так не могу много рассказать, это много будет времени, конечно, знаете, много я еще не упомню сразу, но Бог так совершал работу свою, у нас четыре центра, идти на по, ну, из центра в центр, там, как человек идет по возрастанию, то есть, духовному, так его направляют в другой центр, я молился, я ревновал, то есть, я задержался что-то в одном центре, в этом первом, у нас в центре называется выбор, ты выбираешь идти за Господом, ну, уходить в мир, я выбрал идти за Господом, у меня пару раз центров чуть не исключали, потому что я был такой же грешник, как все остальные, я был неправильный человек, воровитый такой, знаете, себе на уме, то есть, я думал там как-то там устроить себе жизнь, в этой жизни, ну, знаете, Бог давал покаяние, Бог даровал, чтобы попросить у братьев прощения, чтобы оставили меня в ревцентре, братья миловали, Господь прощал, и, знаете, слава Богу, я остался в ревцентре, я даже ни разу не пожалел об этом в жизни, а пожалел только об одном, что зря утрачены эти годы своей жизни, почему я не служил Господу, 8 месяцев я проходил реабилитацию, было трудно в духовном плане, в плотском плане, ломать себя, не хватало еды, много чего не хватало, ну, вроде бы как оно и такое не второстепенное, знаете, но я хочу сказать, слава Богу, что этого не хватало, братья вставали, молились, у нас была молитва по нуждам, то есть молились, Бог благословлял, привозили картошку сподрованно нам, то есть, ну, Бог действовал, знаете, в жизни очень сильно, и вера укреплялась, знаете, я, ну, нас как-то не приветствуется, знаете, там, чтобы братья-дарибиританты между собой разговаривали, ну, там, о своем вспоминали старую жизнь, то есть, я вас не учу просто, у нас так, как рассказывают, я делюсь, ну, своими переживаниями, и, знаете, я вот принял для себя решение молиться, я молился, идя к сестрам на центр, от сестер с центра, так вот, знаете, ну, то есть, я посвятил свою жизнь Господу, потому что я много разбивался на людях, Божье Слово говорит, проклятся, кто надеется на человека, надеющийся на Господа, не никогда, ну, не устыдится, да, то есть, я вот по обетованиям его молился конкретно, никто не восхитит из руки твоей ни один волос, то есть, я говорил Богу, Бог, так же написано, ну, вот твои слова, то есть, ты обещал, ты сделай, то есть, я не то, что там, я ему говорил по слову ему, что он написал в этом слове, и претензии, как бы, высказывал Господу, и это самое, знаете, и Бог, Он не постадил меня вообще ни в одном разе, ну, много там обижали раз, много там как-то уничижали, но я, знаете, я благодарю, конечно, Бога за братьев моих, они меня наставляли в вере, они говорят, ну, Иисуса же тоже уничижали, обижали, распинали его, уже распили, то есть, ты должен этим радоваться и гордиться, ну, не гордиться, а, ну, то есть, жить этим, потому что люди все разные, знаете, благодарю Бога, что, конечно, Он дал таких братьев, потом, значит, выйдя из стрип-центра после 8 месяцев, ну, я молился, я очень молился, потому что мне не на кого было надеяться, у меня не было ни родных, ни родственников, ну, брат, брат от меня отказался, мне не на кого было надеяться, у меня не было ничего, Бог благословил работой, мне было, я не горжусь ни с себя, там, знаете, перевозначу, просто, вот, знаете, вот, делюсь с вами опытом жизни, как у меня в жизни это было все, то есть, как Бог благословил меня, просто, ну, поддержал в этой какой-то моей проблеме, 8 месяцев, и я прошел переобъездацию, я сказал уже, и 3 с половиной... Можно стоять, сядь на стульчик. Не, 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 не думаю. И 3 месяца с половиной я жил еще на улице, ну, работаю, зимой это было, знаете, Бог благословлял все равно, по-любому, я мылся один раз в неделю где-то там, ну, там, для бомжей, и был такой пункт, где можно было постриться, помыться, но я не был уже бомжом, я был и дитем Божиим, Бог меня родил свыше, я молился, я, ну, не благовествовал еще, но уже раздавал Евангелие, знаете, так потихонечку, так скромно, не еще, ну, так, без дерзновения, да, такого, знаете, просто меня знали многие люди и по той еще жизни. Ну, Бог даровал мне прощения, знаете, мне было очень трудно, я хочу вам сказать, за меня два брата поручились, Женя Шмель и Вадим Лемборгский, он диакон был, а другой достижение поручились за меня перед церковью, чтобы я принял водное крещение и сказали, обращайся к нам в любое время дня и ночи, ну, знаете, как дьявол может подходить, когда тебе некому обратиться, или очень поздно ночи, что все люди спят. И один раз в жизни у меня, ну, несколько раз в жизни, конечно, было, второй раз, вот, конечно, пришел дьявол так, знаете, часа три ночи, наверное, на работе я был, и мне так захотелось так пива почему-то, я знаю почему, это самое. И, знаете, я позвонил Жене, Женя мне сказал, ты знаешь, сколько время, я говорю, знаю, Женя, молись, я его заставил молиться за себя. Он помолился, то есть Римборгскому позвонил, знаете, помолился, и как будто эта тяжесть с плеч сошла, знаете, Бог меня благословил, взял подкрепление, так, знаете, вчера братьям рассказывал, так расскажу. А второе, так, еще одно искушение было, когда я с пастырем ехал после водного крещения на бусе его, на служение, и он сказал, ну, так, знаете, может быть, проверял меня, не знаю, ясно, ты гуришь? Я говорю, да Бог меня освободил. Я говорю, у меня уже все, то есть, для меня это было, конечно, Божья слава, да она, ну, то есть, через это свидетельство. И тут он меня вспомнил, напомнил, ну, говорит, а ты пиво, говорит, пьешь? И так, говорит, ну, оно же бархатное, такой пенное, говорит, ну, то есть, как в искушении меня, знаете. И я так вспомнил, знаете, у меня такое, не то, что у меня зависимость была, знаете, Я вспомнил вкус этого напитка, он мне тоже нравился, мне очень сильно захотелось. У меня такое дерзновение ему, конечно, не было ответить, я как-то постеснялся, но в душе своей сказал, отойди от меня, сатана. И сразу так все пропало у меня, все желание сразу, и он успокоился вроде бы как. Знаете, ну, трудно было, знаете, устоять в этой жизни, я вам скажу, ну, я инвалид, не то, что там, трудно найти какую-то подработку, но люди видят в жизни человека изменения. Многие задают вопросов, почему это случается, как это случается, многие звонят. Ну, я, по Божьей милости, благовестник Евангелия, значит, в Киеве проповедую бомжам, людям без приколка, ну, таким вот алкоголикам тоже, наркоманам, кидалам, милиционерам, то есть, ну, те, кто меня знают, знаете, людям, которые работали на этом рынке или где-то в городе. Бог благословил меня жилье, у меня, ну, не мое, а я там чуть-чуть снимаю, жилье в Киеве возле пятой больницы, а там метадоновая программа, там наркоманы идут прямо толпами. И все бывшие ДВРовцы, я так с удивлением на это посмотрел, ДВРовцы, бывшие лидера репцентров, как они говорят, знаете, я так понял, что нет, не было у них основания этого Христа, который заложил у нас церковь, наши братья, наши сестры, знаете, молитвенницы. Ну, у меня был, сколько брать пример, это наши епископа, которые уже перешли в вечность, Михаил Гордиенко, потом Петр Нестерович, вот старший служитель, Левченко Николай Сергеевич, я с ним много общался, он мне делал веры и наставления, он много не балакает, знаете, он так, как скажет, так, знаете, и так, и больше ничего не надо говорить. Слава Богу, знаете, за брата, не многословен, но, знаете, попадает в самое сердце. Вы знаете, и я хотел бы сказать, я миллионы раз разбивался, миллионы раз разбивался, но я не знал Господа, знаете, ну, и я бы зачитал местописание из Иова, 19-я глава. Знаете, это брат, конечно, это мой брат, это мой личный брат, который в своей жизни показал, кто он на самом деле. Он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Вы знаете, настолько человек был посвящен Господу, настолько у него были отношения эти, связанные с Господом, то есть он знал личное общение с ним, у него жизнь, знаете, слова не расходились с его жизнью, потому что он презирал нищего, бедного, сироту, вдову, то есть то, что Бог заповедовал нам делать в своих заповедях, в своем служении. Знаете, я славлю Господа, славлю за братьев, за сестер, я еще раз скажу, за церковь свою благодарю, знаете, ну, что я могу сказать, братья, вы будущие служители Нового Завета, вы будущие декана, пресвитеры, епископа, если не опустите руки, знаете, будете молиться, будете тверды в своем основании, не будете смотреть на этот мир, не загеигрывать с этим миром, ничего у вас не получится в этой жизни, если вы не посвятите свою жизнь Господу. Трудно, очень трудно, я сразу вам говорю, но можно, с Божьей помощью можно, знаете, можете разбиваться, можете ночью вставать на колени, молиться, просите своих служителей, чтобы поддерживали вас в молитвах, сестер, у вас сестер очень много, чтобы молились за вас, потому что без молитвы у вас ничего не получится, до Господа. Сокрушайте небо, то есть тревожьте его, понимаете, тревожьте Господа, свою жизнь не устроите без Божьей помощи, я вам сразу говорю, вы разобьетесь, просто когда выйдете с репцентра, ничего у вас не получится. Надо, чтобы Бог благословил, я не ехал никуда в Россию, по той одной причине, что я чувствовал, что меня Бог не благословил, то есть я хотел по плоти поехать, знаете, ну, я вот, когда почувствовал, что Бог меня благословил, и благословил документами, кстати, не засвидетельствовал, у меня не было документов вообще, у меня они пропали, ну, или оборвалась сумка, или как-то иначе произошло, и я был гражданин вообще СССР, ну, а там был вкладыш, гражданин России, в консульстве от меня отказались, что я не гражданин России, и Бог восстановил эти документы, так вот, знаете, по своей милости, во славу Божию, за 10 месяцев, я гражданин Украины, я теперь коренной киевлянин, то есть, знаете, мне ничего не скажешь, у меня документы даже есть, ну, то есть, знаете, многие удивляются, за сколько купил, мне предлагали 600 долларов отдать, чтобы, ну, я, то есть, никаких телодвижений не делал, чтобы они все мне сделали, я сказал, я никому денег не буду давать, я буду просить у Господа, он меня благословит, и Бог благословит, знаете, братья и сестры, я благодарю Господа, хочу помолиться за братьев, за наших, за сестер, за церковь, поблагодарить Господа, чтобы вы не унывали, знаете, это ваше будущее, это ваше оплот, это церковь, это кузница служителей Нового Завета, это, ну, это наше будущее.